Добрый вечер, дорогие друзья, рады видеть вас, рады этой благодати, этой драгоценности общения в собрании святого и, безусловно, предвкушения служения Господню, как Он служит нам. Слава Тебе, Христос! Давайте помолимся, Господи, благодарим Тебя за Твою верность, Господи, за Твою любовь. Через омовение нас, Господи, Словом Своим, укрепление Словом Своим, где мы видим Тебя, Господи, совершившего всё и продолжающего совершать, Господи. Слава Тебе, Христос! Мы молимся. Благослови сейчас эту небольшую мысль. Слава Тебе! И к основной части во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, давайте прочитаем сначала 1 Коринфина, 3 главу, 21 стих, сначала прочитаем. «Итак, никто не хвались человеками, ибо всё ваше». И прочитаем также книгу Иеремия, 9 главу, 23 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своей, да не хвалится силою Своей, да не хвалится богатым Богатством Своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Итак, здесь мы видим повеление Божье. «Не хвались человеком», да, и как мы слышали утром, здесь говорилось о том, чтобы люди не прикрепляли себе только к человекам, да, в частности, великим и значимым лидерам, которые здесь упоминаются 1 Коринфином. И в 22 стихе мы можем увидеть это «Павел» или «Аполос», или «Кифа», или «Мир», или «Жизнь», или «Смерть», или «Настоящее», или «Будущее». «Все ваше», «Вы же Христовы», а Христос Божий». Интересно, можно обратить на эти два выражения. Здесь в 23 стихе говорится «Вы же Христовы». И там же он упоминает выражение то же самое некоторых людей, ведь они тоже говорили «А я Христов, да, и мы Христовы». То есть здесь мы можем обратить внимание одно выражение в духе, да, а другое выражение по плоти, мы можем сказать. Но я думал здесь также и размышлял сегодня немного. Здесь, говорится, не хвались человеками. И имеется в виду, чтобы мы не хвалились человеческую силу, если брать в связке с 23 стихом Иеремия 9 главы. Не хвалились мудростью человеческой и не хвалились богатством своим. «Но вот что угодно Господу, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость». Интересно, откуда мы знаем о Господа? В первую очередь мы можем сказать, это Он знает нас теперь, родившийся свыше. Он знал нас и ранее, и прокладывал дорожки себе, приготовливал всё в нашей жизни так, чтобы мы стали Его, чтобы Он стал нашим, и мы стали принадлежать Ему. Он раскрыл нам эти удивительные тайны или тайну Его искупительной работы. И с одной стороны мы можем сказать, мы разумеем и знаем Его, а с другой стороны это всё благодаря тому, что Он теперь знает нас. И почему всё это? Посмотрите здесь. Потому что Он творит милость. Первое. Он сотворил милость для каждого человека через крест Голгофу. И суд, да, то есть суд на кресте дал обеспечение и милости, и праведности теперь для каждого, кто принимает Его. И мы можем сказать, вот поэтому я знаю Его, но в первую очередь это Он знает меня, и потому что Он знает меня, я знаю Его. В этом мире, я подумал, очень много людей может хвалиться. Я знаю такого человека знаменитого. Я знаю другого человека. Можно заметить, как какие-нибудь события в мире происходят светские, такие популярные, и люди стремятся сфотографироваться со знаменитыми людьми. Посмотрите, что совершил Господь. Он совершил суд, и суд не над нами, а суд весь был на Нём. Он позволил Себя распять и проложил путь для каждого. И теперь мы, конечно же, хвалимся не собою, а хвалимся то, что Иисус Христос спас нас и теперь внутри нас. И мы просто превозносим Его и славим Его. Это даже нельзя сравнивать, такие вещи. Но с другой стороны, мы познали эту жертву в том, что приняли Его. Мы познаём теперь эту удивительную необъятную милость, и познаём также и Его дар, благодать и праведность для нас. Каким образом это всё совершается? Тем, что мы разумеем Его, то есть познаём Его. И когда мы познаём Его теперь как чадо Божье, тогда мы, я подумал, свободны от того, чтобы хвалиться человеческим, хвалиться собою или хвалиться определёнными людьми, ничем человеческим. Но мы теперь хвалимся, не то чтобы хвалимся, но превозносим Господа Иисуса Христа, славим Его. Иоанна 8, глава 31-32 стихи. Как нам быть свободными, скажем, от этой вещи, которая здесь упоминается, не хвалитесь. Он говорит, прибудьте во мне и будете свободны. И для нас это удивительная благодать, что мы можем познавать и знать Его путём разумения. Я также подумал о том, что вот в этой части Он знает нас, а с другой стороны, благодаря Его крови на кресте Голгофе, Он не знает всего ветхого в нас теперь, как в чадах Божьих, представляете? Потому что всё это в пучине морской. В воскресенье была такая мысль. «Не будет больше моря на небеса». И кто-то сказал эту мысль удивительную в связке также, потому что из-за того, что грехи наши все в пучине морской, и этого моря также не будет. Но и теперь мы удивительно знаем и утверждаемся в том, что Он не знает ничего ветхого в нас. Он не знает наших грехов на каждый день, потому что милость Его обновляется каждое утро. Мы разумеем это познание. Мы познаём это и утверждаемся в этом. Хотя наша память и наш подсознательный ум могут говорить обратное. Это человеческое. А духовное говорит нам обратное. И Иисус Христос ободряет и дальше познавать Его, пребывать в Нём. И тогда мы будем свободны от всего человеческого, а будем познавать всё то, что только Божье, что Он знает нас, знает нас в себе и не знает ничего человеческого. И также, если подумать здесь над второй частью этого стиха, «Ибо всё ваше интересно, а кто наш или что наше?» Это Господь Иисус Христос. Это также не помещается в нашу голову. С одной стороны, мы Христовы, Господь наш, Иисус Христос. Помните, вернее, в Евангелии от Луки 15 главе отец говорит старшему сыну, «Теперь всё моё твоё». И что это значит теперь? Мы продолжаем размышлять, и от этого размышления у нас прославление Господу. Помните, Яков сказал нечто подобное, когда в разговоре с Исавом, когда Исав хотел благословить его, и он говорит ему, возьми это у меня. Нет, Яков хотел благословить Исава. Возьми это, возьми это, чтобы получить не то чтобы благоволение, но успокоить его дарами. Он говорит, прими это. Он говорит, нет, оставь себе это. И он говорит ему, у меня есть всё. Но это всё, это не то чтобы отдельно от Иисуса Христа, я подумал, а полнота вся в Господе. У нас есть Христос, и мы хвалимся им. И мы в духе говорим, мы Христовы. А когда мы в духе говорим, мы Христовы, когда пребываем в Нём. Слава тебе, Господь. Аминь. Благослови вас, Иисус.